Сбор грибов – извечный атрибут осени. Настоящих грибников встречаешь нечасто, а таких вдохновенных, как профессор математики университета MIT Паши Сынгов, похоже, вообще больше не бывает. Он подготовился к съемкам самым тщательным образом, сходив заранее в лес и набрав 8 видов съедобных грибов, о каждом из которых скоро нам расскажет. Каким образом отличить съедобные грибы от несъедобных? И как грибник, который в России был грибником, может полагаться на свое чутье здесь, в Америке? Есть только один способ отличить съедобные грибы от несъедобных. Он состоит в том, чтобы точно знать, какие грибы вы берете для стола, знать точно их название. И грибник, который приобрел опыт в России, не может начать это делать здесь без предварительной подготовки. Существуют хорошие книги о грибах. Я могу порекомендовать книгу Дэвида Арроры, которая называется Mushrooms Demystified. В ней есть тысяча страниц, две тысячи видов грибов описано. Кроме того, в Бостоне, например, есть грибной клуб, Boston Mycological Club. Его можно найти по интернету. И там есть люди, которые много знают о грибах. Собственно, два способа. Самый лучший способ учиться у человека, который знает грибы. И другой способ учиться по книжке. Ну вот здесь несколько видов грибов, которые были собраны все в нашем бостонском лесу, из которых я практически никакого вида не знаю. Расскажи, пожалуйста, о каждом из этих видов, чтобы все знали, какие грибы можно собирать и какие нельзя. Ну здесь есть грибы, которые знают многие. Вот, например, это знаменитый подосиновик или красный гриб. Его многие, или, наверное, все выходцы из России хорошо знают. Прекрасный съедобный гриб. Но осенью поздней многие съедобные грибы, такие как белые и другие грибы, уже не растут. И поэтому нужно, чтобы всегда кошелка была полной, знать другие съедобные осенние грибы, которые уже не так хорошо известны. Давайте я о них немножко расскажу. Вот этот гриб называется зеленушка. Он растет под сосновыми иголочками. Тоже замечательный съедобный гриб. Его можно жарить, можно варить из него суп, делать все, что угодно с ним. А вот этот гриб называется синяя рядовка. Или синюшка, а по-английски называется блует. Тоже замечательный, очень вкусный съедобный гриб. Вот я нашел два таких гриба сегодня. Как определить, что это никакой не поддубовик? Ну, нужно знать, как он выглядит точно. Значит, это требует некоторой практики. Вот я, например, для сравнения могу показать другой гриб, который называется абортированная энталома. Значит, этот гриб интересен тем, что он выглядит как обычный гриб, но иногда он подвергается действию плесени, и тогда он приобретает вот такую странную форму, но как раз в этой форме он очень вкусен. А в оригинальной форме он не рекомендуется в пищу, так как он похож на другие несъедобные ядовитые грибы. Чтобы отличить его, например, от этого гриба, хотя они внешне схожи, достаточно, например, заметить, что здесь пластинки не подходят вплотную к ножке, а проваливаются, а здесь они подходят вплотную и идут вдоль ножки. Так, а вот этот страшный гриб? Да, вот этот гриб, очень вкусный, хороший, съедобный гриб, называется гриб баран по-русски, а по-английски называется хэн оф де вудс. Он растет у оснований старых дубов обычно. И он тоже хорош для жарки, для маринада. Ну и, значит, вот это опята, очень популярные грибы в России. Здесь они тоже растут в большом количестве. Нужна некоторая осторожность при их сборе, так они похожи на некоторые ядовитые грибы, но легко научиться их отличать. У них очень твердая ножка, например. Вот эти грибы называются ежевик. Они оранжевого цвета, и отличаются они тем, что внизу у них не губка, как у белого гриба, не пластинка, как, например, у опят. Не пластинки, как у опят, а зубчики или колючки, такие, как у ежа. Поэтому они и называются ежевик. А по-английски они тоже называются хэнчхогмашу. Вот эти грибы, очень вкусные съедобные грибы, которые растут на лужайках, и называются по-русски неблагозвучно немножко, навозники. Зато по-английски они называются более благозвучно, шэггимэйн. И они очень вкусны. Нужно есть только шляпки. И эти грибы интересны тем, что они очень быстро портятся, и просто не гниют, а просто разрушаются, исчезают под действием некоторого энзима. Это проявляется в том, что ткани приобретают темную окраску вначале. Вот тут вот видно, например, что верх шляпки белый, а низ уже темный. Это значит, что гриб уже начал портиться. Ну и, наконец, красная сыроежка. Это то, что гриб, который многим известен. Но в Америке, на восточном побережье, эти грибы обычно имеют плохие вкусовые качества или несъедобные. Например, эта сыроежка на вкус очень едкая. Я не рекомендую употреблять в пищу красные сыроежки. Зелёные можно, а красные я бы не стал. А каким образом ты приобрел такой большой опыт грибника именно в Америке? Ну, у меня был довольно большой опыт в России. После этого я приобрёл книги. У меня был знакомый американец, собирающий грибы. Американцы редко собирают грибы, но те, которые собирают, они обычно очень много о них знают. И вот тот, с которым я познакомился, знал много, он научил меня многим грибам. И последний вопрос. Какое-нибудь очень вкусное блюдо из грибов? Ну, например, я делаю иногда грибной пирог. Делается тесто, и в него кладутся жареные грибы, и потом печётся. Это очень вкусно. Другое очень вкусное блюдо, конечно, это грибной суп. Вообще, на интернете можно найти много рецептов приготовления грибов. Но разные народы готовят грибы по-разному. Значит, я люблю грибы, приготовленные в русском стиле. А существуют совершенно другие спорты. Вот это называется куриный гриб. Chicken of the woods. Он очень вкусный, если его нарезать белка и пожарить со сливочным маслом и с рисом. Ну вот мы видим тут, что не все грибы съедобные. Вот, например, это классический красный мухомор. Ядовитый гриб, который в России имеет галлюциогенные свойства, но в Америке, согласно книжкам, он просто ядовитый и вызовет серьёзное отравление. В окрестностях Бостона преобладают жёлтый вариант красного мухомора, который называется Аммонита мускария варайти формоза. Вот это вариант маслят, жёлтые масляты, которые называются по-английски chicken fat sleeper jack, chicken fat suilis. Это съедобные, хорошие грибы, и я с них вообще, обычно смазлять нужно сдирать шкурку, но с этих грибов она сдивается трудно, и вообще говоря, я её не снимаю, никаких проблем пока что не было. Не одни мы, однако, оказались любителями грибов. Нам встретился и американский эксперт. Он, оказывается, даже рассматривает изнанку грибов под микроскопом, чтобы не ошибиться. Ну что, это подосиновик? Подосиновик, да? Жаль, не бывал великий Пушкин в Новой Англии, иначе никогда не назвал бы он осень унылую порой. Здесь это самое яркое и самое любимое время года. Маша Школьник, Даниил Гассель, телекомпания RTVI из Бостона.